В год памяти и славы Абдуллинская Центральная Детская Библиотека читает книги о Великой Отечественной войне. Сегодня для вас рассказ Анатолия Митяева «Отпуск на 4 часа» читает заведующая Центральной Детской Библиотекой Белова Татьяна Алексеевна. Солдату чаще всего приходилось воевать вдали от дома. Дом у него в горах на Кавказе, а он воюет в степях на Украине. Дом в степи, а он воюет в тундре у Холодного моря. Место, где воевать, никто сам себе не выбирал. Однако бывало, что солдат защищал или отбивал у врага свой родной город, свою родную деревню. В родных краях оказался и Василий Плотников. После того, как закончился бой и фашисты отступили, солдат попросил у командира разрешения сходить в деревню Яблонцы. Там его дом. Там остались жена с маленькой дочкой и старенькая мама. До Яблонцев всего-то десяток километров. Хорошо, сказал командир. Даю вам рядовой Плотников отпуск на 4 часа. Возвращайтесь без опоздания. Сейчас 11, а в 15 прибудут грузовики и повезут нас до гонку за фашистами. Товарищи Плотниковы принесли свои продовольственные запасы. Консервы, сахар, сухари. Все сложили ему в вещевой мешок. Пусть угостит свою семью. Дары невелики, но из всего сердце. Они немного завидовали Плотникову. Шуткали. Два года не видел родных. Ничего не знал о семье. А теперь скорое свидание. Правда, солдаты думали и о том, что жена Плотникова и маленькая дочка и старенькая мама могли погибнуть в фашистской неволе. Но печальной думы слух не высказывали. А Василий Плотников сам об этом думал. И поэтому радость его была тревожная. Он сказал товарищам только одно слово «спасибо». Надел на плечи лямки вещевого мешка, на шею поветил автомат и зажигал прямиком через поле, через лесок. Деревня Яблонцы была небольшая, но уж очень красивая. Она часто снилась солдату Плотникову. Под высокими старыми ветлами, как под зеленым шатром, в прохладной тени стояли крепкие дома с резными крылечками, с чистыми скамеечками перед окнами. За домами были огороды. И все росло в этих огородах. Желтая репа, красная морковь, тыквы, похожие на кожаные мечи, подсолнухи, похожие на латунные, начищенные до блеска тазы, в которых варят варенье. А за огородами стояли сады. Взрели у них яблоки, какие только пожелаешь. Сладко-кислые грушовки, сладкие, как мед терентьевки и самые лучшие на всем свете антоновские яблоки. Осенью, когда замачивали антоновку в бочонках, когда укладывали в ящики для зимнего хранения, перестилая слои ржаной соломой, все в деревне пахло яблоками. Ветер, пролетая на деревне, пропитывался этим запахом и разносил его далеко по округе. И люди, прохожие ли, приезжие, чей путь был в стороне от яблонцев, сворачивались дороги, заходили, заезжали туда, наедаясь яблоками вдоволь, собой захватывали. «Щедрая была деревня, добрая. Как-то она теперь». Василий Плотников торопился. Чем скорее дойдет до деревни, тем больше времени будет на свидание с родными. Все тропки, все дорожки, все овражки и бугорки были известны ему с детства. И вот через час с небольшим увидел он с высокого места яблонцы. Увидел, остановился, глядел. Не было на деревне зеленого шатра. Вместо него была растянута в небе черная, изорванная паутина. Листья на высоких ветлах сгорели, ветки тоже сгорели, а сучья обуглились. Они-то и расчертили небо черной паутиной. Сердце у солдата Василия Плотникова сжалось, заболело. Что было сил, он побежал в деревню. Словно хотел чем-то помочь, а помочь нечему же было нельзя. Стали яблонцы попилищем. Прокаленная земля была засыпана серой, как дорожная пыль с алой, усеяна головешками. Среди этого праха стояли закопченные печи с высокими трубами. Непривычно и жутко было видеть кирпичные трубы такой высоты. Прежде-то их закрывали крыши, и никто их такими не видел. Печи казались живыми существами, какими-то огромными птицами, тянувшими длинной шеей в пустое небо. Птицы хотели взлететь страшную минуту, но не успели, и остались окаменевшие на месте. Дом Василия Плотникова до пожара стоял в середине деревни. Солдат легко отыскал и узнал свою печку. Сквозь копоть просвечивал побелка. Он сам берил печку перед тем, как уйти на войну. Тогда же сделал много другой работы вокруг дома, чтобы жене, матери и дочке жилось полегче. Где же они теперь? Что с ними стало? Деревня погибла в огне, рассуждал Василий Плотников. Если бы ее бомбили или обстреливали, непременно какие-то печи развалились бы, трубы обрушились бы. И появилась у него надежда, что жители спаслись, ушли до пожара куда-нибудь в леса. Он ходил по пепелищу, отыскивал железные остатки дома, дверные ручки, крючки, большие гвозди. Находил все это, покрытое бурой окалины, брал в руки, разглядывал, как бы спрашивал о судьбе хозяев. Ответа не было. Плотников представил себе, как нагрянули в яблонцы команды фашистов, особые команды. Они выскочили из грузовиков с канистрами бензина. Обливали бензином стены, а потом шел фашист-факельщик и поджигал дома, один за другим. С начала и до конца поджег всю деревню. И в это же время, а может чуть раньше или чуть позже, вражеский танк проехал по садам, ломая яблони, вминая их в землю. Тысячи деревень уничтожили фашисты подобным образом при подступлении. Солдат собрал грудкой кирпичи, вздох с ним в зубу, сел. И так, сидя, не сняв пищевой мешок и автомат, думал горькую думу. Он не сразу почувствовал, что кто-то приказается к голенищу сапога. Вернее, легкие толчки он чувствовал, но не обращал внимания, ведь вокруг неживой души. А когда посмотрел на сапоги, увидел кошку, серую, с белой грудкой, свою кошку, Дунюшку. Дунюшка! Да откуда тут, Дунюшка? Он взял ее под живот растопыленной пятерней, посадил на колени и стал гладить. Дунюшка прижалась поплотнее к хозяину, закрыла глаза, замурлыкала. Мурлыкала тихо, спокойно, неторопливо повторяла на вдохе и выдохе однообразные звуки, словно горошинки перекатывала. И показалось Плотникову, что кошка знает, как трудно на войне людям, как тяжело у него на сердце. Знает она и о том, где жена солдата, дочка и мать. Они живы, укрылись в лесу от фашистов, а главная их печаль не о сгоревшем доме, а о нем. Жив ли он, солдат, Василий Плотников? Если жив, то и они проживут. Вот увидят, что нет фашистов, что советская армия прогнала их и придут из леса в деревню. Выкопают на зиму землянку, будут терпеливо ждать конца войны, возвращения солдат. Солдаты вернутся, построят все новое и сады посадят. Где же ты была, донюшка, когда явно цыгорели? И как же сильно любишь ты свой дом, если не уходишь от него, сгоревшего. Кошка слушала человеческий голос и все вела свою песенку. Ни громче, ни тише, ни быстрее, ни медленнее. Словно уговаривал солдата не печалиться без меры. Время шло. Пора было возвращаться в часть. Солдат покрошил кошке в обломе глиняной миски хлебушка. Вещевой мешок с продуктами положил в печку и закрыл заслонкой. Потом горелым гвоздем выцарапал на печке. Я живой. Дома вас не застал. Пишите. Полевая почта 35769. Бывает плотника. Кошка доела хлеб. Подобрала еду до последней крошки. Сидя у глиняного черепка, принялась умываться. Гизала лапку розовым языком. Лапкой терла мордочку. Хорошая примета, подумал солдат. Это гостям. Кошка гостей замывает. А кто гости? Конечно, жена, дочка и мама. Хозяйки сгоревшего дома. От такой мысли стало солдату полегче. И пришли другие мысли. Как сядет он с товарищами в грузовик, как наконят фашистов и начнут новый бой. Будет он стрелять из автомата, бросать гранаты. А если кончатся боеприпасы, убьет фашиста простым кулаком. Ну, прощай, донышка. Мне пора. Как бы без меня не уехали. Кошка посмотрела в глаза хозяину. Встала. И когда он зашагал по пепелищу, побежала рядом. Бежала довольно долго. Остановилась на зеленом бугорке. Оттуда провожала солдата взглядом. Солдат оборачивался. Каждый раз видел на зеленом бугорке серый комочек с белым пятнышком. Войска, в которых был батальон Василия Плутникова, уступали очень хорошо. Гнали и гнали фашистов. Письмо из дома он получил, когда яблонцев ушли на целые полтысячи километров. Читайте, люди, книги о войне. Не бойтесь слез и горечи, и страха. Читайте, люди, книги о войне. И не стыдитесь горевать и плакать.